Всем привет! С вами канал со сложным названием. 7 апреля был официально выпущен новый танк EV от BID. Новый электромобиль был выпущен с новейшей аккумуляторной батареей Blade Battery. Это батарея LFP, которую BID представила в марте 2020 года. Ожидается, что батарея значительно улучшит использование пространства по сравнению с обычными батареями LFP и будет гораздо менее подвержена возгоранию даже после аварии. Конфигурация была обновлена кожаными сидениями, а также были обновлены тормозные суппорты. По внешнему виду новый танк EV в основном продолжает концепцию дизайна текущей модели. Семейная модель Dragon Face сочетает в себе эстетику китайского и западного дизайна за счет корректировок некоторых деталей, таких как отделка черными накладками по периметру нижней части кроссовера, а также на воздухозаборнике. Хромированная окантовка окон и хромированные вставки в передней части электромобиля. Задние стойки теперь выделены черным цветом, а также используется двойная линия талии сбоку и сзади, что делает его визуальный эффект более спортивным, а проникающие фары делают его выделяющимся среди остальных кроссоверов. BID Tank имеет длину 4870 мм, ширину 1950 мм, высота составляет 1725 мм и колесная база в 2820 мм. Он может иметь 5 или 7 мест в салоне. Кроссовер обладает выразительным внешним обликом, созданным под руководством Вольфганга Эггера, бывшего шеф-дизайнера компаний Альфа Ромео и Ауди. Этот стиль дизайна опирается на эстетику китайских дворцовых зданий. Цвет в новом кроссовере подразумевает сочетание черного и коричневого. Изысканные материалы интерьера и больше внимания уделяются требованиям к текстуре. Здесь установлены колеса 255х50 с радиусом 20. На все 4 колеса полагаются дисковые тормоза с электрическим приводом ручника. Tank EV также оснащен новейшим 15-дюймовым адаптивно вращающимся большим экраном и интеллектуальной системой сетевого подключения D-Link 3.0. На борту присутствует GPS-навигация, Wi-Fi и Bluetooth. Уровень комплектации нового Tank EV был улучшен. Он оснащен кожаными сидениями в виде чешей дракона и передними суппортами Brembo. Кроме того, новый автомобиль также оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении D-Pilot. Сидения водителя и пассажира также имеют обогрев и вентиляцию. Ожидается, что с завода Tank EV 2021 года будет иметь возможность подключения DAP и LTE с беспроводными обновлениями для добавления дополнительных функций. SAV оснащается адаптивным круиз-контролем, камерами парковки на 360 градусов с проекцией 3D-модели, также множеством систем активной безопасности, ABS, ESP, EBD, система удержания полосы движения и система контроля слепых зон. Больше света в салоне придает панорамная крыша с люком, а за погоду отвечает двухзонный климат-контроль. BID Tank EV оснащен парой электромоторов с суммарной мощностью 509 л.с., что помогает ему разогнаться до 100 км в час за 4,6 секунды. Аккумулятор емкостью 86 кВт-часов обеспечивает кроссоверу дальность хода 505 км. Максимальная скорость составляет 180 км в час. Плотность энергии аккумуляторной батареи BID Tank EV составляет 161 кВт-час на килограмм, что гарантировано на 8 лет или 150 тысяч пробега. А сейчас я хотел бы порекомендовать вам канал наших друзей. Хотели бы вам рассказать, что в последнее время на канале Вольт Авто вышло несколько интересных обзоров электромобилей из Китая. Первый – это кроссовер Cherry EQ5. У него практически полностью алюминиевый кузов и 5 звезд безопасности по итогам краш-тестов. Плюс к этому электродвигатель мощностью 130 кВт или 177 л.с. и батарея емкостью 70 кВт-часов. Она обеспечит пробег до 510 км по циклу NEDC. Если нравится электрический седан, тогда мы хотели бы предложить вашему вниманию модель Hyundai LaFesta EV. Это один из самых продаваемых электроседанов в Китае. И все благодаря отличному соотношению цены и возможностей. По последним. В продвинутой комплектации это электромотор мощностью 150 кВт или 204 л.с. на передней оси. Емкость батареи 56,5 кВт-часов. На одном заряде, согласно подсчетам по циклу NEDC, электромобиль сможет проехать 490 км. А теперь мы хотели бы рассказать о большом электрическом кроссовере NIO ES8. Это семиместный электрокар с неожиданной для авто таких габаритов и веса динамикой разгона. Если точнее, его длина чуть более 5 метров. Из них 3 метра – это колесная база. Чтобы набрать первую сотню, электрокару NIO потребуется меньше 5 секунд. И это несмотря на то, что масса кроссовера 2 тонны 400 кг. А за счет чего достигается такой показатель? Об этом канал Вольт Авто подробно рассказал в своем обзоре. Все ссылки на сюжеты об этих трех электромобилях вы найдете в описании к этому видео. Или же набирайте в поисковой строке YouTube слово Вольт Авто, и вы сразу же попадете на нужный канал. Итак, продолжаем про BID Tank EV. Говоря о подвеске, спереди установлена независимая Макферсон, а задняя независимая многорычажка. Также стоит упомянуть, что существует и гибридная версия Tank DM. В качестве агрегатов там устанавливается 1,5 литровый бензиновый турбированный ДВС мощностью 139 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 231 ньютон-метр. В компоновке с двумя синхронными двигателями на постоянных магнитах мощностью по 110 кВт. Один из электромоторов встроен непосредственно в вариаторную коробку передач. Второй электромотор размещен на задней оси. Аккумуляторный блок имеет совсем скромную емкость в 22 кВт часа, но ее хватает, чтобы на одной электротяге проехать в пределах 80 км пути. АКБ можно подзаряжать напрямую от бытовой розетки 220 вольт. Гибридная версия разгоняется до 100 км в час за 4,5 секунды. Цена электрического BID Tank EV составляет от 35 тысяч евро до 40 в зависимости от комплектации. А стоимость гибридного Tank DM начинается от 24 тысяч евро. Как недавно стало известно, в скором времени планируется старт сборки электрического кроссовера BID Tank EV для Европы. Начало продаж запланировано на конец лета. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном электромобиле из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с DaciaClubMD.ru Субтитры сделал DimaTorzok